Совещание прошло за закрытыми дверями. Слишком жарким было обсуждение. Повод – решение министра природных ресурсов России Дмитрия Кобылкина перевести ленточные бары в особую категорию лесов, что может повлечь повышение возраста рубки деревьев до 120 лет. Цель – сохранить спелый и перестойный лес. Но лесники опасаются – это, напротив, навредит как самому лесу, так и лесной промышленности региона. Для простых жителей, не специалистов, без профессионального образования, жителям Алтайского края, то же самое – это картошку собирать в декабре. Поэтому вызвало бурь эмоций. И плюс десятки тысяч жителей Алтайского края, которые живут рядом с этим ленточным бором, работают там. Они просто вынуждены будут искать другую работу. По мнению лесников, высаживать новые деревья и защищать лес от пожаров и черных лесорубов станет просто некому. В то же время арендаторы уверяют – звучащие в СМИ обвинения в том, что они массово и незаконно вырубают ленточные бары, безосновательны. Доказательства этого представили на совещании в Минприроды. Прозвучали конкретные цифры, которые констатируют и свидетельствуют о тех фактах, что никаких злоупотреблений, никаких хищеских уничтожений леса на сегодняшний момент нет. Все это бездоказательно, беспочвенно. И лесное хозяйство на самом деле и сегодня эти цифры подтверждает, остается одним из лучших в Российской Федерации. По итогам заседания было решено создать специальную комиссию, в которую войдут работники Минприроды, арендаторы, а также ученые, экологи и другие эксперты. Они оценят с научной точки зрения, насколько повышение возраста рубки обосновано. Результаты работы обещают представить к февралю следующего года. В то же время 17 тысяч работников лесной отрасли края уже направили открытое письмо в адрес министра Дмитрия Кобылкина с просьбой не торопиться с принятием новых правил без учета мнения всех сторон. Елена Кузовкина, Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости. Продолжение следует...